Несколько лет назад воркаут, по-другому его называют городской фитнес, стал особо популярен среди молодежи. В интернете появились ролики, в которых ребята демонстрировали то, что можно делать на обычных турниках. И это стало почти пособием для любителей уличной гимнастики. Учились друг у друга, каждый хотел придумать какие-то новые упражнения на турнике. Просто да, это общение с ребятами, возможно, что-то нахожу в интернете. В основном это, конечно, общение, скажем так, с профессионалами. Такое увлечение ребят поддержал глава города Анатолий Пахомов. И воркаут площадки стали появляться то в одном районе города, то в другом. Но не только подростков привлекают уличные спортивные городки. 63-летний Игорь Комаров, любитель велоспорта, занимается здесь тоже. И своим соседям советует брать с него пример. Когда входишь в ритм, ждешь каждое утро, чтобы встать и пойти позаниматься спортом. Это уже как необходимость. После спорта, вы сами понимаете, какая-то вот легкость, радость. И чувствуешь, что ты живешь, ничего не болит. Это хорошо. В нынешнем году было установлено 86 воркаут-площадок. 12 из них в городской черте и 74 в сельской местности. Конечно, и в Адлерском, и в Лазаревском, и в Хостинском районе, но в сельских округах были построены эти площадки. Потому что внутри районов эти площадки существуют, а в сельских округах их не было. Именно глава ставил акцент на то, что площадки должны быть построены в сельских округах. В селе Прогресс, что недалеко от Мацесты, тоже можно теперь заниматься воркаутом. Ребята пока еще только осваивают новую уличную спортплощадку. Таких в Роздольском сельском округе уже семь. Его руководитель уже пообещал школьникам пригласить известного в городе воркаутера, например, Илью Подкользина, сбытки, чтобы он провел для местных мастер-класс. Огромная польза от воркаутов для детей. Дети, тренируясь, отличены от сомнительных компаний и приятных привычек. И вполне возможно, что в будущем такие уличные тренировки приведут их в мир профессионального спорта. Сколько же людей в Сочи занимается воркаутом, подсчитать достаточно сложно. Площадок много, они открытые. И любой желающий, будь то подросток или пенсионер, может потренировать свои мышцы, используя турник, брусья или шведскую стенку. Воркаут – любительский вид спорта. Больших затрат не требует, но увлекает. Все больше мальчишек приходит на специализированные площадки. Например, только в Лазаревском районе их в этом году построено 36. Конечно, после Олимпийских игр наш город навсегда имеет почетное звание города Олимпийского. И теперь нам просто некрасиво, неприлично, немодно быть неспортивными. Конечно, прогресс идет большой. Детей, молодежи много. В школе у нас есть детская площадка, спасибо администрации города и администрации края. Есть спортивная площадка, новая оборудованная. Но далеко здесь место для этого микрорайона, она была как бы жизненно необходима. В Адлерском районе установлено 34 площадки для занятий воркаутом. В Хосицком – 13 и 3 дополнительно к существующим в центре Сочи. Конечно, жители сел благодарят городские власти за внимание. И теперь молодежный воркаут стал гораздо популярнее других видов спорта.